Строительство улицы Арганбекова продолжается. Это внутри городской участок от Тамерландского шоссе до микрорайона Самал-3. По планам властей, объект должен разгрузить движение по улице Рыскулова. Общая протяженность до Тамерландского шоссе составляет 2,9 километров. Сумма строительства 1,4 миллиарда. Из него в 2016 году было освоено 300 миллионов. Но кроме этого, на 2017 год уже предусмотрено более 400 миллионов тенге. Если мы и подрядчик полностью освоим эти деньги, где-то в июле-августе планируется еще добавление остаточной суммы для того, чтобы полностью завершить строительство до конца этого года. На пути строительства объекта не обошлось и без изымаемых участков. По словам представителей отдела пассажирского транспорта, это 51 объект. В их числе и частные дома. 23 владельца с компенсацией от государства уже согласились. Некоторые решают вопрос в судебном порядке, говорят чиновники. Впрочем, даже те горожане, чьи дома не попадают под снос, недовольны. Жители улицы считают, что при строительстве дороги не учли все нюансы. Скоро мы сами будем все это делать. Эта улица односторонняя, три полосы, а здесь две полосы. Улица стала уже. Как видите, вон там улица искривляется, дома стоят почти на дороге. Скоро эта дорога станет важным объектом. Президент будет проезжать с аэропорта. Нужно было тщательно обдумывать такой проект. Также получается, что наши дома оказались близко к дороге. А ведь скоро, наверное, будут прокладывать канализацию. Тогда дома вообще окажутся впритык. Свою оценку работе подрядчиков дал и Аким области Жан-Си Тимми Баев. Протяженность 2,9 километра. Получается, вы строите больше года. Почти 16 месяцев вам нужно. Сейчас весна, уже нужно ускорить темпы. Если нет, пригласим других подрядчиков. Также Аким попросил обратить внимание на фасад жилых домов, чтобы каждый владелец обновил внешний вид своей собственности. После этого глава области вместе со своими замами и другими подчиненными отправились на автобусе осмотреть новые объекты на Бигжан-Базаре. Здесь построили торговые бутики, рассчитанные на 8 тысяч предпринимателей. Можно сделать небольшое производство. Допустим, ремесленников здесь разместить. У нас сейчас много товаров не нашего производства. Из-за рубежа завозится из Киргизии, Турции, Китая и мешает нашим производителям. Если развивать наше производство, дать возможность нашим предпринимателям, это и туристов привлечет. По словам владельцев рынка, они готовы предоставлять помещение бесплатно, на первое время, пока не раскрутят рынок снова. Мы модернизировали рынок. Он соответствует стандартам. У нас действует служба пожаротушения. Предусмотрено регулирование тепла, влажности. Есть наземная парковка. Видеонаблюдение. Предпринимателям, которые придут со своими вещами, мы тут же предоставим бесплатные места. Еще работает международный автовокзал по разным направлениям движения. Эта территория станет большой развязкой. Улицу Аргенбекова протянут прямо до нашего базара. В целом Аким остался доволен увиденным, по его словам, рынок образцовый. И, что немаловажно, торговые ряды не мешают движению транспорта. Глава области напомнил, что в городе появится пять развязок, которые помогут разгрузить движение на дорогах. Продолжение следует... Продолжение следует...